всем привет с вами канал артмания и сегодня мы с вами идем в гудок у нас на улице дождь мерзко холодно противно вот наш гудок я уже показывал в каких-то влогах также мы зашли в планета одежда смотрите какая здесь посуда интересная здесь стаканчики они все будет 5-7 сантиметров пальчиком я мере вазочки какие салатницы такие красивые необычные большой длинный магазин куча всего интересного здесь мы уже кстати с вами были предыдущем влоге красота тарелочки здесь вот куртки необычные посмотрите сверху такой мех немножечко а потом идет куртка таких я еще нигде не видела кармашки кармашки сверху интересно ну не знаю не практичные наверное потом я пошла в ленту здесь уже готовится к новому году какие красивые елочные игрушки разных цветов штучки такие много всего здесь вот машинка интересно она на батарейках не знаю что у нее музыка или огоньки симпатичная таких еще у нас не было в прошлом году точно не было такого очень много красивого 450 рублей стоит как типа дед мороз едет домики посмотрите какой домик классный красивый здесь какие-то баночки в одну такую морг сайт самим сделать это не проблему елки такие красивые елки у меня мечта купить большую елку квартиру и нарядить ее мечтаю большой елки у нас маленькая какая-то самая дешевенькая здесь вот плед я еще как раз сейчас плед на кровать но такой чтобы сел сполз с кровати плед остался на месте знаете тонкие конечно 1700 стоит но они конечно сползут вместе с тобой стаканчики такие кстати фикс прайсе были в прошлом году довольно симпатичные целый набор можно купить всякие стаканчики пледики новогодние гости к вам придут а вы диван застелите красивым новогодним пледом очень красиво будет елки а вот елки пушистые какие мечта мечта так здесь у нас мишура уже пошла это серебристые как в детстве помните наверное я помню с маленькая была с бабулей мы шли по улице и я собирала их земли ну немножко потоньше они были сейчас пушистые а там вообще шикарные красивые тоже стоят 300 рублей но какие-то они коротковатые совсем синенькие а здесь вот снеговички нарядные красивые это видимо на дверь вешается напишите в комментариях покупаете вы такие вешаете на двери или нет и как вы их вешаете на дверь на что не гвозь же прибивать здесь вот кстати кожаные ножки у него у оленя симпатичные 1200 там еще есть выше я думаю такой шить сами можно если постараться хорошо веточки разные елочные а тут банки банка кружка 200 рублей все так их искали всех так обожать стали елочки синевички какие симпатичные солушки оленята там стоят маленькие а тут какие красивые золотые серебристые там какой-то плотный материал типа длинного бисера что и что-то такое очень красиво под елку такой поставить будет шикарно они оленята такие красивые пушистенькие такие снеговички здесь какие-то маленькие как клетки что и внутрь можно поставить свечу не зажигать на просто свечу или что-то поставить внутрь шишечки всякие очень все красивое 400 рублей стоит внутрь наверно свечку ставить на внутри свечка одежда одежда галстук и всякие новогодние очки пушки оленя а здесь у нас тарелки 200 рублей тарелка она довольно тяжеловатая большая красивая посмотрите какая белый голубой цвет шикарен здесь тоже красивая белая тарелка с цветочками тоже тарелки в ленте довольно мало тарелочек а здесь посмотрите какой набор интересный какой-то с виду непонятный набор для сервировки сыра интересная цена у него 700 рублей всем привет я дома наконец-то вот мои покупки сегодня была я в ленте дали мне журнал в ленте такой вот с рецептами посмотрю если там что-то интересное может быть на него сделаю обзор написано 57 рецептов мне сказали то что либо его то есть дают бесплатно если покупаешь на две тысячи либо компьютер сам определяет кому кому его дать вот ну мне его дали бесплатно я подошла к информационному информационной стойке у меня здесь лежит один нате заберите я забрала я хотела так его там что-то прямо не знаю мне кажется что-то интересное есть он кстати толстый довольно такой он толстый и тяжеленький хороший так так же я была в Эльдорадо мне начислили 500 бонусов там то есть 500 бонусов начисляют и ты собираешь покупку на 1000 рублей например 500 бонусов снимаются и ты оплачиваешь 500 рублей ну я взяла себе вот такие вот формочки давно хотела такие вот формочки чтобы сразу вот так вот все залило они качественные конечно получше вот и батарейки у меня как раз получилось 1000 рублей оплатила я 500 рублей надо было проверить я сейчас вот думаю вторую карточку и набрать просто лампочки обычная лампочки батарейки вот взяла этот Эльдорадо могучий я просто боялась брать много потому что я не знаю подойдут они или нет вдруг они не подойдут и будут у меня потом такие маленькие валяться их потом не денешь никуда так же я зашла в ленту а ну да я говорила что зашла купила три шоколадки на обзор теперь у нас милка начинает появляться везде абсолютно как-то их очень долго не было а тут начали появляться вот мне только странно почему они не пишут что это новинка то есть вот они разные шоколадки появляют их я знаю что их не было вот странно но это новинка короче и купила я кукурузный хлопья потому что очень очень сильно устала и просто мне сейчас готовить лень у меня есть молоко вот сразу скажу я готовил уже пробовал они не очень вкусные немножко жестковат я люблю мягкие хлопья вот они жестковат но у меня уже просто не было сил искать там хлопья вот я уже это просто взяла их и все так вот я последние двое суток я пытаюсь купить зимнюю куртку поэтому хожу по магазинам не просто так но это очень это очень оказалось сложно одни тонку куртки слишком тонкие мне говорят что они зимние вы вам будет тепло но это мало ли что они говорят другие вроде бы толстенькие вроде бы так нормальные но на мне сидят как на бочке какой-то некрасивые вчера я одну нашла куртку в этом космопорт мы с вами ездили нашла вроде все померила она мне все подходит положила на кассу можно на кассе отложите сейчас еще по магазинам пройдусь у меня был еще впереди ашан голомарт там домовой может мне еще куда-нибудь занесет ну ну чё я буду с этой курткой мотаться думаю с ней неудобно не запихнешь ее никуда только на час я за час не успею пока ашан обойдешь там все эти магазины пока обойдешь я же не успею постарайтесь ничего страшного вот думаю ладно пошла пока я за шан вышел уже час прошел я так подумала думаю все лучше на эту куртку нафиг она мне нужна сейчас думаю уже все все это магазин обошла прохожу мимо этого магазин конечно уже больше часа прошло ну сейчас идти опять эту брать эту куртку и про потому что брала л л ку и м ку а вот какая не подошла я уже не помню думаю то есть опять нужно брать эти куртки у меня сумка уже тяжелая там я тащу еле-еле идти в примерочную опять мере дум блин это кошмар ну как было бы удобно я сейчас подошла бы кассе моя куртка там лежала я воплотила и пошла и все вот я не пошла короче сейчас немножко сейчас на жалею потому что куртка действительно была хорошая такая красивая единственное не понравилось у меня вот тут как раз вот в руках она очень сильно жалая очень сжимал и маленькая жимал и чуть-чуть побольше жимала и покупать еще больше нет смысла потому что она будет висеть на мне вот то есть вот это тут мне не понравилось вот сегодня я уже ходила в гудок там три магазина в двух там практически вообще не было курток в последнем куртки были сначала не один парень помогал потом учетом кто-то позвонил он ушел пришел другой другой мне начал мужские куртки приносить вот но они вроде так то ничего как бы я вижу что она мужская ну не знаю как то она такая самая обыкновенная самая простая там блин она такая прям простая мне хотелось что-то такое более женское более красивое какое-то там модное вот чтобы зимой тоже выглядеть модно не просто там как простушка вот ну как-то сбесился такой ясно и ушел я думаю вернется он сейчас или нету может мне показалось что он сбесился нет смотрю его и нет и нет и нету как странно ну ладно пошла значит нашла куртку нашла все карман у нее находится практически вот тут на груди а большие карманы то есть там получается на с одной стороны три кармана и с другой стороны получается как бы один большой карман то есть него вот так вот буквально залазишь этот зарежь попытался он такой прям огромный то есть неудобно вот это вот так вот он снимать руку залезть не дай бог вот так там мелочи потеряешь то есть будет неудобно у него удобно положить камеру например телефон ее доставать вот оттуда вот так вот вот руку сгибаются попробуйте сейчас согните вот так руку это реально это очень очень неудобно и И также два кармана сбоку. Один на молнии, ну можно туда, например, камеру положить. Я вот всё из того расчёта, чтобы у меня камера нормально поместилась в кармане. Потому что вот в этой куртке она не помещается, она торчит. И телефон у меня тоже. Вроде не длинный такой, но он не помещается. Вот, и там один карман на молнии, то есть, в принципе, туда поместится. И следующий карман без молнии, уже просто. Ну, блин, ну они вот так высоко. А тут вот внизу, где, в принципе, эти карманы должны быть, там пусто, ничего нет. Если бы вот эти вот карманы перенести ниже, вот куртка была вот, шикарная, просто восхитительная была. Ну, по-моему, у меня даже её фотографии я не делала, у меня нету. Но она нормальная. Ну, естественно, да, она ещё немножко коротковатая. То есть, она зимняя, тёплая, но она коротковатая. Мне хотелось подлиннее немножко, чтобы закрывала попу, всё там закрывала, чтобы мне, ну, где-то не до колен, да, где-то. Она выше немножко, чуть-чуть её там прикрывает. Я думала её взять, например, вот сейчас ходить, но она слишком тёплая получается. То есть, получается ни туда, ни сюда с этой курткой. И вроде она мне нравится. И в то же время вот эти вот карманы, ну, неудобно это. Это неудобно. Ну, чуть-чуть пониже были бы, а лучше внизу. Ну, также перемерила там какие-то другие. А, была одна красная куртка. Она прямо висит такая красивая. Всё, но вот в красном цвете, конечно, она ужасна. Я её софотографировала. Да, я там, кстати, много сделала фотографий за эти дни. И, наверное, я посмотрю в каком-нибудь, который будет не совсем длинный ролик, я где-нибудь и в конце там выложу. Вот, и подпишу. Плюс фото. Вот, ну, есть, действительно, куртки есть такие красивые, но есть они как одноразовые. Сейчас пошёл вот этот материал. Блестящий. Он какой-то тоненький на некоторых куртках, одноразовый. Куртку хочется взять на года, на два, на три, четыре поносить. Так-то у меня есть одна тёплая. Она прям толстая, такая тяжёлая, дорогая, кожаная. То есть, всё. А, была, кстати, там кожаная, прям кожа тяжёлая. Вот, нет, насчёт тяжести не знаю. Кожаная, плотная такая кожа, 10 тысяч стоила. И спереди вот так вот, вот мех, красивая такая. Вот, ну, я думаю, 10 тысяч платить, думаю, не знаю, натуральная кожа или нет. Вдруг подделка какая-нибудь 10 тысяч оплачивает. Я думаю, не знаю, буду я её носить или нет. Я могу купить и не носить даже. У меня бывает такое. Вот. Там несколько лет не носить, потом таки одену. Поношу, не понравилось, висит. Вот. А, ну вот я там, кстати, ходила, ходила, ходила. Потом смотрю, идёт девушка. Я говорю, вы же тут работаете, да? Да. Вы мне поможете, говорю, куртку найти. Ну, вроде вот, как я ту хотела сначала брать-то с этими неудобными карманами. Думаю, возьму её. Думаю, и хотела ещё коротенькую найти, какую-нибудь симпатичную. Ну вот, смотрите, ассортимент. Пожалуйста, выбирайте, какую хотите. И пошла дальше. Я думаю, вот, помощь. Самая настоящая помощь. Хочешь, чтобы тебе помогли? О, смотрите, вон там полно, целый ассортимент. Пожалуйста, выбирайте, что хотите. И пошла дальше. Конечно, я в итоге ничего не купила. Меня это взбесило очень сильно. Ну, как так? Я даже не помогла объяснить, рассказать, где какая куртка, чё. Блин, людям платят деньги, зачем им ещё кому-то помогать? Она просто, я заметила, кстати, она просто ходила туда-сюда, гуляла по этому магазину. Туда-сюда, все там чем-то занимаются, там что-то делают. Она туда-сюда гуляет, гуляет. Ну, так, короче, сегодня день у меня прошёл. Зашла я вечером. Планета одежда, что ли, вот тут у нас рядом с домом. Я вчера заходила. Мне сказали, сегодня привезут одежду, приходите сегодня. Я пришла сегодня. Одежду привезли, привезли, кстати, тоже куртку. Она тёплая, она прям действительно, кстати, толстая, тёплая такая. Но она гораздо выше колен. Но она выше, чем я хотела. У неё карманы классные, всё. Но я в ней смотрюсь, как бочка. То есть, ну, даже побольше размера, я всё равно смотрюсь, как бочка в ней. Вот, если вот она была вот немножко подлиннее, я прям не раздумывая её взяла бы. Она и ни попу не прикрывает, ничего. Кстати, там висели новые куртки, нового поколения. Куртка, и там сзади такой капюшон сделала на попе для тех, кто... Для тех, вернее, для молодёжи, которая постоянно сидит на улице. Как раз вот прямо самое то, где-нибудь на лавочке, там на остановке. Прям такой капюшон для попы. Классно так. Я ей говорю, вот если бы в мою молодость такая куртка попалась, я бы не раздумывая купила её. Сидишь же там в молодости, сидишь постоянно где-нибудь. А это удобно. Я с помощью отстёгивалась, вообще было бы классно. Вот, давайте всем пока-пока. Завтра у нас с вами мы гуляем последний день. Вечером я забираю Димочку домой. И у нас начинаются уже обычные будни детские. Вот, всем пока-пока. С вами был канал Артмания.